здравствуйте уважаемые садоводы и огородники меня зовут русских иван я приветствую вас на канале про цветок сегодня мы поговорим с вами о сроках внесения органических удобрений зачастую бывает ситуация когда по осени досталось какое-то количество органических удобрений будь то навоз помет еще какие-то органические удобрения и встает вопрос что же лучше сделать внести их в гряды под осеннюю перекопку почвы или все-таки оставить до весны давайте разбираться с одной стороны хранение органических удобрений приводит к существенным потерям азота это возникает в результате потерями а к аммиак является продуктом микробного разложения компонентов органического удобрения он летуч поскольку разложение органического удобрения это гниение формируется щелочная среда которая способствует выделению аммиака воздух его улетучиванию вместе с ним до 60 процентов в процессе хранения может улетучиться и азотных удобрений а ведь органические удобрения как раз и являются важным источником азота для наших растений поэтому первая мысль это внести его в почву и перекопать кроме того всегда кажется что это сэкономит весеннюю короткую пору для выполнения работ и так времени нет а тут еще в носе органические удобрения а с осени уже все внесено однако при осеннем внесении в почву азотных удобрений азотные компоненты превращаются особенно если это при происходит так сказать не не совсем поздно осенью а когда еще положительные температуры в нитраты а нитраты очень быстро вымываются из почвы в подлежащие горизонты и они так хорошо мигрируют что зачастую попадают грунтовые воды загрязняя питьевую воду колодцев даже если они попадают в реку или еще как-то попадают водоемы естественные а уж тем более если в колодцы это очень и очень плохо весенний подъем концентрации нитратов и органических веществ в источниках питьевого водоснабжения таких как колодцы это именно причина вот такого осеннего внесения органических удобрений кроме того когда вы вносите органические удобрения по поверхности в этом случае очень и очень высокий риски того что органика попросту смоется под уклон верхними водами при таянии снега это тоже нехорошо потому что происходит очень существенные потери органического вещества кроме того в процессе компостирования органики если это такие органические компосты например навоз перемешанный с соломой или же это птичий помет перемешанный например с опилками происходит благоприятное для растений для почвенной микрофлоры и для почвенных жителей превращение органических веществ в более доступные минеральные особенно хорошо это происходит в толще в анаэробных условиях когда сложные органические вещества превращаются в более простые и не происходит их улетучивание виде углекислого газа и помним что именно органические вещества являются источником питания для полезной в том числе конкурентной микрофлоры которая создает конкуренцию для всевозможных патогенов которые нападают на наше растение и приводят к образованию всевозможных заболеваний поэтому если вам в осенний период достались органические удобрения сохраните их до весны если это навоз оптимальным является подстелить полиэтиленовую пленку на нее выложить кучу этого навоза и сверху как следует закрыть полиэтиленовую пленку прикрыть ее досками камнями прижать для того чтобы исключить размывание этой кучи осадками а также испарение оттуда улетучивание аммиака если это куриный или другой помет в этом случае вы можете его оставить или в мешках для того чтобы исключить распространение запаха поместите их полиэтиленовые мешки и завяжите как следует вы можете также высыпать его в бочке вы можете добавить туда воду и при наступлении благоприятных теплых условий там будет происходить процессы анаэробного брожения которые в том числе будут приводить к образованию полезных для растений и почвенной микрофлоры веществ только не стоит бродить его слишком долго для того чтобы углерод источник питания энергии для микроорганизмов не превратился в метан и углекислый газ и не улетучился из вот этой вот пометной такой бродиловки из пометного настоя поэтому его можно или в сухом или в мокром виде хранить но если в мокром то обязательно в ранние весенние сроки использовать для внесения в почву и для подкормок многих декоративных плодовых и других растений надеюсь что и экологическая такая составляющая вот этого процесса внесения органических удобрений и хозяйственная составляющая целесообразность приведет к тому что вы не станете вносить в осеннем периоде органические удобрения типа навоза или помета а сохраните их до весны если вам хочется как-то обогатить ваши грядки осенью в этом случае лучше всего внести туда сено или солому сделать мощное мульчирование или вкопать эти субстраты непосредственно в почву ну весной конечно же в таком случае необходимо добавлять дозы азотных удобрений которые скомпенсируют потерю азота на разложение вот этого богатого органического вещества которые вы туда внесете если вы делаете мощное мульчирование соломой в этом случае необходимо опасаться ну такого внедрения ваши гряды особенно если там вдруг есть многолетние насаждения каких-то грызунов типа мышей в этой связи чтобы снизить популяцию этих неприятных для огорода и сада животных необходимо обязательно раскладывать по участку ядовитые приманки которые будут привлекать грызунов ну и впоследствии снижать их численность поэтому органические удобрения типа опилок соломы и сена являются благоприятными для внесения осенью а навоз и помет лучше оставить до весны задавайте ваши вопросы я всегда рад на них по мере возможности ответить на этом я с вами прощаюсь всего хорошего до свидания а